ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Пьяные водители, либо водители, отказавшиеся от теста на алкоголь, более полутора сотен раз в этом году попадали в ДТП на дорогах Кировской области. В этих авариях, по данным ГИБДД, погибли 29 человек, почти 250 получили травмы. Стражи дорожного порядка призывают жителей региона не закрывать глаза на случай нетрезвого вождения. Информацию о нарушителях можно передать в дежурную часть по телефону 558. ТРАССА СТО ОДИН Каждый пятый водитель в нашей области штрафы вовремя не оплачивает. В этом году в разряд должников, информирует госавтоинспекция, попали почти 2000 граждан. В основном они были наказаны наложением взыскания в двойном размере. Кроме того, почти две сотни неплательщиков отправились под арест. Почти 250 на обязательные работы. ТРАССА СТО ОДИН ГИБДД направило в региональное управление разъяснение, в каком случае водителей не надо наказывать за непредоставление преимущества пешим гражданам. Если траектории движения машины и человека на зебре не пересекаются, то речи о штрафе быть не может. Другое дело, что многим водителям трудно оценить, помешают они пешеходам перейти дорогу или нет. Размер штрафа за непропуск, напомню, от полутора до двух с половиной тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Румынское подразделение Рено, компания «Дача» показала электрический компактный кроссовер «Спринг Электрик». Продажи моделей должны стартовать весной следующего года. Ожидается, что стоимость новинки не превысит, если переводить на рубли 900 тысяч. Электрокар оснащается двигателем мощностью всего 45 лошадиных сил. Запас хода превышает 200 километров при максимальной скорости 125 километров в час. Полностью зарядить аккумулятор можно от обычной розетки за 14 часов. ТРАССА СТО ОДИН А в Адыгее готовятся к испытаниям собранных здесь же микроэлектромобильчиков. Передвигаться на них будут не кто-нибудь, а сотрудники патрульно-постовой службы. В машине могут поместиться только два взрослых человека. Максимальная скорость ограничена на уровне 60 километров в час. Запас хода около сотни километров. Электроповозка изготовлена из импортных запчастей. На вопрос, сколько она стоит, разработчики честно отвечают, не знаем. Говорят только, что почти половины суммы приходится на батарейку. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова